Так, 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 тихо, погоди, 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 я всё понимаю, да, я всё понимаю, ты уже, ну, устал ждать какие-то нормальные видеоролики, постоянно одни какие-то реакции, ты уже забыл про то, что я там играю на Arizona Roleplay на сервере Phoenix, вся информация в описании, ты там сам всё это знаешь, сам всё это понимаешь, сам из всего этого можешь сделать какие-то выводы и так далее, я всё это понимаю. Но сегодня, я так подумал, что просмотры очень сильно упали, даже, знаете ли, для меня, мне это в целом без разницы на то, сколько просмотров будут собирать мои видеоролики, но рекламодателям как бы важно, чтобы видеоролики собирали, ну, хотя бы более 100 просмотров, потому что, ну, меньше это, ну, как-то немного стыдно, и Стас такой, типа, Данила, ну, ты как бы там сделаешь что-нибудь, потому что мы уже просто не можем, именно поэтому. Сегодня у меня будет экспресс-выпуск новостей без веб-камеры, потому что вас, моё прыщавое лицо уже немного, я так понимаю, подзаколебало, и поэтому вы уже не заходите на новые видеоролики, потому что я там весь сгоревший, загоревший, с прыщами, несу какую-то фигню, иногда даже вот просто смотря ролики, их не комментирую, в общем-то, я думаю, что вы всё это понимаете, переходим к самому видеоролику, сегодня новостей очень много, потому что я давно их не обозревал, и в каком порядке всё это будет, я не знаю, однако, давайте приступим. Новые, фракционные тачки, которые появятся на Arizona Roleplay, модели добавлены как заменённые, поэтому их итоговый вид будет отличаться, и вот опять-таки, Arizona Roleplay, так вот, знаете, значительно переводит всех на лаунчеры, я уже даже не могу вспомнить людей, которые бы заходили на Arizona RP вот с этого всего обычного клиента Sampo, потому что, ну, он уже всех подзаколебал, он такой весь старый, у него старый интерфейс, у него всё не то, да ещё и не начисляются всякие там фишки, когда заходишь с обычного клиента Sampo, а вот когда заходишь с клиента Arizona RP, то фишек тебе начисляется очень много всяких, там какие-то семейные талоны или что-то вроде, ну, в общем-то, я не знаю, там что-то начисляется, каждый Payday давно не заходил, может быть, уже всё абсолютно точно не так. Так, машины вот такие, если мне будет не лень на монтаже подставлять, я всё это подставлю, машины вот такие, вот такие, вот такие и вот такие. В целом, неплохо, выглядит классно, но мне все эти модельки не нравятся, мне кажется, что более, так знаете, эффективно и эффектно выглядят модельки, которые есть в самом GTA Sampo, в самом GTA San Andreas, а все вот эти вот заменки, это что-то не то немного. Следующая новость. Ромка Злобин пишет, что теперь вместо Иры Мэйсон, то есть надо, наверное, было поставить там, я не знаю, запятую, ещё что-то. Сэм Мэйсон выглядит замечательно, если он, так сказать, будет рассказывать обо всех новых нововведениях на Arizona RP, то это будет круто, потому что Стас, ну, он крутой оратор, у него много всяких вот этих вот фишек, то есть, ну, на уровне какого-нибудь, там, знаете, такого значимого политика, который может за собой повести людей, то есть Стас, это примерно то же самое, а Ира, ну, это, конечно, неплохая такая, знаете ли, обложка, оболочка, так далее, женщина, девушка, девочка, так далее, а Сэм Мэйсон, это типа Стас, он просто, вот так, знаете, поведёт людей за собой, он просто в одном каком-то вот там вот промо-ролике скажет, заходите на Аризону Ролеплей Феникс, вводите никнейм Данте Коннор, и всё у вас будет хорошо, он всё это скажет, и все там, я не знаю, 7 миллиардов человек зайдут именно на Аризону Ролеплей, именно на сервер Феникс, всё будет именно так, если вы мало ли не знали. Следующая новость, Аризону Ролеплей вырубили сервера для устранения бага, и тут вот следующий вот такой вот, там, я не знаю, картинка, скриншот и так далее. Уважаемые игроки, сервера отключены на срочные внеплановые технические работы, мы просим прощения с данную ситуацию, работа серверов будет налажена в ближайшее время, наши специалисты прилагают к этому все усилия. Если честно, то я не знаю, что за баг там произошёл, и мне лень, там, знаете, листать, да, всех вот этих вот постов из LiveSamp, в котором будут описывать весь этот баг, там, что-то вот это вот всё прочее, я полагаю, что хотели внести какой-то новый вот этот вот весь законопроект, нет, ладно, шучу, новое какое-то вот это вот всё обновление, протестировать его, может быть, там, ещё какие-то вот эти вот новые уязвимости нашли, и, в общем-то, хотели там всё это там по-быстрому устранить, а получилось так, что об этом всё узнали, все начали пользоваться. В общем, я не буду сейчас тут гадать, зачем для вас есть, как бы, новостные издания, которые вам обо всём этом пишут, если вы до сих пор их читаете, а не смотрите мои самые лучшие выпуски новостей, то, как бы, ну, читайте их и узнавайте всю информацию оттуда. Я кто я такой, чтобы вам всё-таки указывать. Не чисто так, знаете, плинтуса подметать, да и рассчитывать на какие-нибудь там несколько сотен рублей с Аризона РП в недельку. Поэтому, ну, как бы, сами всё понимаете. И, в общем-то, следующая новость, как раз-таки из всех вот этих вот опер, из всех вот этих вот оперных ситуаций, Ром Козлобин пишет, мол, Абсолют Роллиплей опять подъёбывает. И тут у нас первый скриншот, это из Аризона РП, в котором пишут, мол, уважаемые игроки, серверы отключены на срочные внеплановые технические работы, мы просим прощения за данную ситуацию, работа серверов будет налажена в ближайшее время, наши специалисты прилагают к этому всё усилия. Фотоотчёт с места события. И следующая фотокарточка, это у нас Абсолют Роллиплей, который пишет, мол, наши сервера доступны 24 на 7, при том, что и Аризона РП, и Абсолют Роллиплей, они, насколько я понимаю, стоят на одном хостинге React.su. И тут, типа, Абсолют Роллиплей рофлит над Аризона РП, типа, вот, вставляя всю эту картинку с Симпсонами и со всеми прочими вещами. Ну, как бы, им, наверное, всё это надо, и они, наверное, знают, что они делают. Вот этот вот сервак весь с ботами, и не будем, как бы, во всё это сейчас углубляться, зачем, для чего. И также всё более-менее понятно. Следующий пост. На Аризона Роллиплей появятся гидроскутеры. Гироскутеры, там, все вот эти ховерборды, спиннеры, всё вот это вот прочее. Если честно, я думал, что в самом GTA San Andreasen в нём и так есть все эти гидроскутеры, гироскутеры, ховерборды. Там вот эти вот все, я не знаю, линейки, там, я не знаю, сумки и так далее. А оказывается, что всего этого нету, это было, насколько я понимаю, в GTA Vice City, или в GTA... Нет, по-моему, всё это было всё-таки в GTA Vice City, а в GTA San Andreasen всего этого не завезли. И как-то вот так всё это, ну, работает, происходит, и с этим со всем мы сейчас живём. А сейчас Аризона Роллиплей, как бы, пытается всё это добавить. Я не знаю, на какую вообще часть всего этого будет замен, как всё это будет работать, не будет ли там, я не знаю, всё это проваливаться, крашить и так далее. Но я более чем знаю и более чем уверен, что у Аризона РП у них талантливые разработчики, которые, разумеется, иногда могут допускать ошибки, но когда у тебя такой большой игровой мод, большой игровой код и так далее, не допускать ошибок, я думаю, это попросту невозможно. И, типа, ну, сами попробуйте всё это сделать. Разумеется, я сейчас звучу как Броллиплей, который такой, типа, сначала добейся, а потом говорит, нет, ну, в самом деле, когда речь идёт вот про весь этот код и так далее, разумеется, они должны всё это проверять, всё это делать, чтобы никаких ошибок, никаких багов, ничего не было. Но так иногда бывает, и вы, как бы, склонны придерживаться того мнения, которое считаете единственно правильно нужным. И сейчас я вам его расскажу, если вы понимаете, о чём я. Админша Аризона Ролеплей Ред Рок прислал нам фото своего паспорта. Чекните роспись. И роспись у нас тут Аризона. На самом деле, я не так давно узнал, что вот в этой вот личной подписи в паспорте в ней можно поставить абсолютно всё, что угодно. То есть, в прямом смысле слова. Можно написать хуй, можно, там, я не знаю, нарисовать палочку, это будет ваша роспись. Можно написать, там, я не знаю, Ленин, Сталин и всё. То есть, смайлик можно нарисовать. И это, это вот взрывает мой мозг настолько, насколько вот просто это возможно. То есть, представляете, вы там идёте куда-нибудь оформлять себе ипотеку и вместо подписи спишите хуй. Типа, чуваки из банка смотрят, типа, ставьте подпись, как в паспорте. Что это такое? Вы показываете им свой паспорт, и они такие, типа, ебать, вот это ты долбоёб. И ты такой, ну да, я знаю. Мне, кстати, скоро 20 лет, и надо будет менять паспорт. Я пока что не знаю, какая у меня там будет подпись, поэтому, ну, вот как-то на уровне всего того оно как бы и есть. В обновлении на Arizona Roleplay добавят космический шаттл. Зачем он нужен, пока непонятно. Возможно, для полётов в космос. Разумеется, тут нужен такой, знаете, мем с Илоном Маском. Я удивлён, почему главный редактор, а именно Ромка, уже с известной всем вам фамилией, Злобин не вставил, типа, шутку про Илона Маска, мол, Илон Маск, увези меня на Марс, там, вот это вот всё сделай. То есть, я не понимаю, теряешь ты немного во всех вот этих вот своих позициях. Ромка Злобин, пожалуйста, такого больше не делай. И про Илона Маска в следующий раз, когда будешь писать нечто подобное, опа, мини. И последняя новость на сегодня, это как бы практически то, с чего мы начали в прошлый раз. Это новые тачки на Arizona RP. И давайте я сейчас прочитаю вам новость, и вы сами всё поймёте. Новые тачки с ближайшего обновления Arizona Roleplay. Тут 10 скриншотов всех этих машин. Наверное, мне так лень будет всех их качать, всё вот это вот делать. Поэтому я, наверное, просто, знаете, забандикамлю, как я листаю все эти фейли, вообще не буду ничего вставлять, потому что мне настолько лень. Я думаю, вы сами всё это должны понимать. Однако, чтобы мне было лень немного поменьше, во-первых, набираем по данным видеороликам 52,32 лайков. И такие ролики динамичные, крутые, классные будут выходить намного чаще. А также заходите на Arizona RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания. И, возможно, даже всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok